Всем привет! Сегодня у нас недельное видео по коронановостям. Что же у нас в Турции нового? А новостей очень много, они разношерстные. Давайте про даты, о том, как нас открывают. Собственно, мы идем по сценарию европейскому. Что ближайшее, я скажу, какие новости? Все так и остается, по сути. Рестораны, все такое общеобщественное, будут открываться 1 июня. А сейчас будут мимолетные, скажем так, ситуационные открытия, пробные различных каких-то заведений. Итак, в ближайшие выходные, вот сегодня, когда вы смотрите это видео, у нас суббота и воскресенье. Это опять же тотальные комендантские дни, когда из дома выходить нельзя, ничего не работает. Только на доставку рестораны, потому что у нас рамазан месяц многие кушать хотят. Аптеки, ветеринарные клиники и больницы, и пекарни, где можно купить хлеб. Все, продуктовые магазины, все остальное не работает. Но в воскресенье, 10 мая, это день пенсионеров. То есть, все, кто были под запретом и штрафами от 65 и старше, в воскресенье, 10 мая, с 11 утра до 15.00, они могут идти свободно гулять, делать что хотят. Ну, многое все закрыто, но все же они могут свободно передвигаться без каких-либо штрафов. Это их пенсионерный, если так можно сказать, миссионный день у нас. Далее, 11 мая будут открываться все торговые центры по стране. Не отдельно стоящие какие-то магазинчики, а именно торговые центры. Но посещать торговые центры, публичные места, автобусы, все прочее, как всегда, в маске. И на входах торговые центры, где скопление людей, обязательно будут замерять температуру. У нас уже, кстати, в торговом центре, там как бы мигра столик открыт пока что, уже стоит такая камера с сенсорным вот этим дисплеем, который замеряет температуру. Такие, короче, в аэропортах стоят, если вы куда-то в Азию часто летаете. В Азию это очень было всегда распространено, какие-то когда инфекции, заболевания. В Азии очень часто к этому прибегают во многих, короче, аэропортах. Просто как будто вас снимает, стоит камера, вот такая она система. То есть, не каждому с градусникам к колбу подходят, но где таких возможностей нет, каждому с градусникам подуходить будут электронным. Далее, отличная новость как бы для меня. 13, а, пардон, 11 мая еще открываются салоны красоты, торговые центры и бьюти-салоны. Это парикмахерские салоны красоты, все, что, короче, по уходу за собой. Но о ресторанах, о кафе, мафе и всех вот этих делах вообще речи не идет. Это все до 1 июня. Буквально вчера разговаривала с директором кафе, который будет открываться. Это действительно 1 июня. Поэтому сейчас последние 2 недели, ну, 3 фактически, все начали активно менять пол, красить, белить, короче, готовятся рестораны. Такие ремонты делают, на что руки раньше не доходили. К открытию начинают готовиться, освежать все. Потому что потом и не скоро появится эта возможность, да, такая вот закрытие такого. Далее. 13 мая, это просто бальзам не на душу, день выхода для родителей с детьми, для мамочек, вот, для нашего ареста. С 11 до 15.00 также выходят все от 0 до 14 лет. Свободно посещайте, можно ходить в торговые центры посещать, но на ребенке должна быть маска. И, естественно, это что-то очень необходимое, да, не пошел ты шляться и гулять, развлекаться, а там зашел что-то купил, вышел в таком роде. Если будет прям очень большое скопление людей, колобалы, как по-турецки говорят, то ограничение будет по входу количества человек в торговый центр. То есть скажут, извините, мадам, приходите через полчаса, там будет по свободному, мы вас запустим. Ну, это, в принципе, логично, я думаю, просто не будет очередей у входа толпиться. Вот это будет просто Эфик Фейл, Эфик Фейл, нормально? Ай, кино вообще, Галя, что ты несешь? Эпик Фейл будет конкретно, да? В общем, вы поняли. И с 15 мая также в это же самое время выходят подростки с 15 до 20 лет, кто это будет их день. Через три дня мы так через два разброшены, вот это все выходы, потому что будут смотреть статистику, какая категория населения, кто больше как прибавление по зараженным новым будет, кто более опасен, какие категории, короче говоря, возрастные. Это, в принципе, логично, вот такая у нас неделька предстоит интересная по выходам. Ну, у всех, конечно, там все планы какие-то громадео начали строить. Конечно, те, кто от 20 до 65, вот те молодцы, у них, вот, салоны красоты, пожалуйста, магазины открываются, у них жизнь возвращается. По сути, для тех, кто в возрасте или с детьми, у них жизнь особо не меняется, у них один будет супердень в неделю, вот, разовый, по сути, когда можно будет выйти, и все, собственно. Мы, нас еще не открыли. Но возвращаются в работу заводы-фабрики. У нас, кстати, все время работали базары продуктовые, и в турецкий базар, это, как всегда, одна часть какая-то базара, либо один этаж, ну, с двухэтажа, например, базар в нашем районе, это продукты, а второй этаж, либо часть, другая базара, это, они разделены, это шмотки, тряпки, короче, бытовое, что-то хозяйственное, таких вот дел, короче, непродуктовую. Непродуктовая часть не обязательно, она была все это время карантина закрыта два месяца, и вот с понедельника, как я поняла, на базарах текстильные вот эти ряды тоже будут открываться. Теперь на базарах работают, возвращаются абсолютно все, кто там раньше и работал, все арендаторы. Далее, какая важная, очень интересная информация, маски вернулись в свободную продажу, я не знаю, как сейчас, я вот просто это не уловила, девчонки, подкорректируйте, кто здесь живет, то в курсе, мне просто масок не надо, я не интересовалась, и как-то мимо ушей в новостях это пропустила. Рекомендованная цена маски 1 лире, продаются они теперь и в аптеках, и везде, и, как я поняла, по коду вашему, по кемлику, больше выдавать масок не будут, или будут дальше продавать, ой, простите, бесплатно выдавать от государства, я что-то не поняла, вроде бы, как я поняла, не будут, потому что у них рекомендованная доступная цена, это 1 лире, это 12 рублей маска будет стоить. Ну, мои знакомые уже и брали, и покупали, кому-то, кто заказывал, до сих пор еще они приходят либо в аптеки забирать, то есть еще бесплатно что-то выдают, короче. Вот этот вопрос с маской, ну, они стали более доступны, и это плюс, это хорошо. Обязательные правила и на 1 июня, и сейчас в публичных общественных местах магазины, торговые центры, транспорт общественный, метро, какие-то скопления, где людей в закрытые пространства, рекомендован обязательно ходить в маске, то есть если вы без маски, вас могут в полном праве не оштрафовать, но не пустить туда, либо оттуда, скажем так, попросить уйти. Не обязательно маска, можно хоть как, каким-то способом лицо закрывать. Вот что касаемо наших выходов всего этого. Как бы вот эти тестовые открытия, выпуски у нас немножко на улицу, послабление до 1 июня, собственно, до 25 где-то мая, когда у нас будет Байрам, праздник закончится в месяц Армазанпоста. Я считаю, моя личная, моя догадка и моего окружения, мы думаем, что на Байрам, Стамбул, по крайней мере точно, мне кажется, нас, скорее всего, закроют на комендантские эти дни, потому что все просто бесконтрольно, никто слушать не будет, рванут навещать своих родственников, бабушек, дедушек, потому что праздник, знаете, так типа как Пасха была вот в Европе, да, у христиан то же самое, здесь и у нас, это очень такой важный праздник, по сути, то же самое, да, и все рванут навещать, это такой семейный, там прям 3-4 дня расписано, там вот этих родственников навещаешь, потом тех, кто подальше, встречи, все. Конечно, чтобы этого не было, чтобы не перезаражали, я думаю, что нам ведут какие-то жесткие ограничения напоследок, потом нас выпустят всех на работу. Я не против, да, обидно как-то, это огромный праздник в году, но жизни людей, я считаю, важнее, короче говоря, всем надоело уже здесь сидеть, поэтому мы готовы еще посидеть последний рывок, скажем так, зубы стиснув, но досидеть до конца. Далее, что касаемо, наконец-то, туристического сезона, что вы все от меня ждете, какой информации, официально у нас появилась информация по поводу открытия и всего-всего прочего. Я сейчас это называю, и это на ваш выбор, ехать, не ехать, никто вас не заставляет. И я сразу оговорюсь, что эта система придумана и создана для того, чтобы было меньше потока людей, клиентов, да, но при этом туристов дать возможность отелям и сотрудникам хоть что-то заработать, не сидеть, сложив зубы на полку. Я просто объясняю, это для безопасности людей и возможности хоть кому-то, какому-то проценту населения здесь дать заработать. У кого это основной заработок, это их, чтобы не убить просто этот бизнес. Итак, туристический сезон, в принципе, начинается примерно с 1 июня, отели сейчас уже отмывают, потихонечку начинают запускать. Это правило, которое спускает государство на отельный, туристический весь вот этот бизнес. Первое и самое важное, заполняемость отелей будет не больше 60%. All-inclusive системы в этом сезоне точно не будет, будет питание по меню в номере. То есть вам все то же самое, по сути, что было там шведского стола, просто найти набирать не будет, будет порционно привозить в отель. Я думаю, если вы где-то за границей отдыхали, это очень не all-inclusive, а это очень, короче говоря, везде распространено. Так многие живут, если вы в других странах отдыхали, а не в Турции, вы с этим знакомы, это не какая-то дикость. Просто заказ в номер еды, там будет меню по расписанию. Далее. Отели будут чистой, закрытой зоной. Все сотрудники, которые будут набираться на работу сезон отель, из отеля выходить не имеют права. Они будут закрыты на целых много, наверное, 4-5 месяцев. С самого начала и до самого конца не имеют права выходить из отеля. Они будут там питаться, жить, дневать, ночевать. Туристов будут привозить. Турция будет принимать немецких только туристов и русскоговорящих. Русские, как они сказали, туристы, я думаю, что это страны СНГ, у нас все русскоязычные для них русские. Они просто сказали, русские туристы и немцы. То есть остальные страны не принимаются, там ни французов, как они раньше, ни англичан не будет, нет. Далее. Это основной костяк, естественно, туристам, на кого это направлено, кто очень-очень сильно хочет поехать в отпуск, поплавать на море, вот так скажем, для вот этого рассчитано. Далее. Номера будут обрабатываться каждые 12 часов. Каждый номер будет санитарную обработку, проходить специальными средствами. При входе в отели, это большие такие отели, пятизвездочные, всякие такие прочие, да. При входе в отели будет зона такая дезинфекции, то есть ваш чемодан, руки-ноги помыли, скорее всего, через ванночку прошли, сморганцовку, вот что-то в таком роде еще это образно как бы, да. Вы прошли, скажем так, дезинфекцию. Выходить за территорию отеля туристам будет нельзя, чтобы вы нигде ни с кем из местных не контактировали, ничего не подхватили, не заразились и не принесли в отель, где будут такие же чистые люди, как и вы. Чистые вы поняли, да, в каком смысле я имею в виду. В самом отеле, в принципе, на территории курортной дискотеки, развлекательные мероприятия и экскурсии не работают. Будет чисто отельный отдых. Когда вы зашли в отель, там, скажем так, вас обработали, вы зашли в чистый номер, в нем живете, питаетесь, выходите в бассейн плавать, выходите на море на территории отеля. Выходить за территорию отеля будет нельзя. Внутри в отеле лежаки обрабатываются, там, вроде бы, каждые тоже несколько часов это будет проходить, обработка пластика этого всего, всех территорий, естественно. И лежаки будут стоять на пространстве, там, где-то в районе 2-3 метров друг от друга, будут их расставлять. Честно скажу, что на территории отеля это соблюдаться, расстановка лежаков, скорее всего, не будет, потому что туристы и наши, в принципе, наглые, кидают полотенца, занимают, так себя ведут, некрасиво, думаю, что будут сдвигать, кому как удобно, вот это вот, вот это вот все будет. Первое время турки будут ходить ругаться, постаться, постояльцев, да, вот это все навести порядок, но я думаю, потом с этим просто забьют, потому что наши соблюдать точно не будут все это, навряд ли. На море также выход, короче, отеля с территории морской, со своим пляжем на первой береговой линии. Сейчас у меня даже мои родственники, знакомые, сказали, ой, это эти правила, да, мне нафиг это Турция, ну, не едьте. Это для тех, кто хочет поехать очень сильно, у кого там купленные билеты, туры, если не хотите этих условий, отказывайтесь, возвращайте деньги без проблем. Там уже вы со своим туроператором этим будете договариваться, не знаю, будут ли они катить бочку на турков, скорее всего, не знаю, потому что здесь закон этот введен, и отели будут возвращать спокойно эти деньги, должны, по крайней мере, законов там, правительство, они боятся, потому что лавочку, все очень быстро можно прикрыть, они хоть как-то готовы на что-то заработать денежку, да. Если вам не будут возвращать туры, это уже надо разговаривать со своими туроператорами, все прочее, потому что, скорее всего, я вот просто про то, приедете вы или нет из России, неизвестно, а будет ли открыта Россия. Вот у нас просто очень серьезная ситуация, эпидемиологическая, вот это все, да, показатели очень нехорошие, все очень, ну, нерадостно, если так можно выразиться. А будете ли вы открыты, и привезут ли вас в эти отели, это вот еще пока что непонятно. И еще хочу сказать, что, напомню, что сейчас в России, скажем так, постарается все возможными правдами и неправдами перенаправить свои туристические подстоки, все эти, которые были в Турции, отправить в Сочи, в Крым и все прочие местные курорты. Имейте это в виду. Фильтруйте информацию, которая будет вам попадать. По поводу, что еще отелей, могу сказать, всего прочего. Это рассчитано на тех, кто очень сильно хочет поплавать в море, покушать, отдохнуть, покушать фруктов, отдохнуть, но на закрытой территории. Тусовки, общения с местными, дискотеки, бары, экскурсии в этом сезоне не предвидятся. Как по поводу турок самих, все очень хотят в отпуск, все уже ждут, когда все, что там, границы откроются. Турки, скорее всего, будут снимать виллы, навряд ли они попрут вообще такие огромные отели, но мы по крайней мере с нашей семьей, мы планируем поехать в отель, в какой-нибудь просто крупный, где будет классная зона для детей и все прочее. У нас есть как бы пол, у нас есть ребенок, нам мы в этом заинтересованы. Мы не заинтересованы шастать, что-то смотреть, тусоваться. Нам это просто не надо. Это вот отдых. Отель на пляжный детский, нам это подходит, короче, такие условия. Далее. 28 мая открываются несколько полетов в международные страны. Список есть в интернете, что-то вроде 14 стран, но из тех, которые нас интересуют, это полеты будут в Казахстан, Алматы и в Беларусь, в Украину, Киев. В Россию пока что, естественно, полетов нет, закрыта Россия для нас еще, и Россия сама не открывается. И полеты там в Европу, это и в Германии очень много городов, там в Нидерланды вроде. В общем, некоторые такие, короче, которых ситуацию перешли, начинают страны открываться потихоньку с карантина, вот туда полеты из Стамбула будут. Казахстан, напишите мне, пожалуйста, как у вас вообще стоит ситуация, потому что наши полеты с вами, походу, уже будут. Я так поняла, что вас тоже будут открывать вот к концу мая месяца. И как у вас, расскажите мне, с границей с Россией, потому что я бы, например, могла полететь в Россию летом, если будет там закрыт аэрофлот, мне будет летать, или там очень дорогие билеты будут. Я бы хотела полететь, например, через Казахстан, через Астану, у меня есть возможность улететь вашими авиалиниями. И как у вас граница с Россией закрыта, как планируют открывать, что есть у вас какие-то новости. Напишите мне, девчонки, в комментариях, мне было бы очень интересно об этом почитать и послушать. Что еще хочу дополнить здесь такого? Люди, в принципе, да, уже мало что соблюдают. Я даже уже видела в Мигросе, в супермаркетах продуктовых, родители с детьми 6-7 лет, вот такого уже возраста, они дети в масках и приходят в магазин в перчатках тоже за покупками. Но, в принципе, я их там не осуждаю, не ругаю или еще что-то, потому что я понимаю, почему это делать. Есть мамы, которым, блин, ну как покупать продукты, когда там муж, там полицейский врач или еще где-то на производстве задействован, с утра до вечера на работе пашет, сейчас такие нагрузки на бизнес, и на все надо все возвращать. Когда я, блин, покупать продукты и ребенка оставить, как бы одного тоже дома пятилетнего, и как бы не оставишь, и не с кем оставить. Вот, но такое тоже стало уже встречать, это видится. Некоторые родители ходят гулять с детьми, но дистанция у нас вот здесь соблюдается. Кстати, это огромный плюс. Люди сами прекрасно понимают опасности, и себя и окружающих опасностям не подвергают. Вот так, ВКонтакты такие близкие мне вступают. Еще хочу сказать, что даже 1 июня у нас не будут открыты детские площадки, развлекательные какие-то детские комплексы для детей, для скопления. Потому что мы прекрасно все знаем по нашему менталитету, мамочки турецкие выпнут детей, которые в школе сейчас вот так вот на дистанционке, это не задействованы толком, и они попрут и в парке, и везде на фудкорты, всякие такие дела. Это все еще будет закрыто в ближайшее время, не планируется это открывать. Какие у вас корону новости? Расскажите, выходите вы из, скажем так, этого кризиса, из карантина. Как вам наши новости? Задавайте вопросы в комментариях, комментируйте. Я буду по возможности на них отвечать. Спасибо вам за внимание. Жду информации от девчонок из Казахстана, что у вас по поводу открытия границ, какие новости есть. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok